ребятушки всех рад приветствовать вновь на моем канале давно я не выкладывал некие видосы сожалению так сложилась ситуация что не было времени этим заниматься пандемией и так далее но накопился материал я снимал просто не было время все это монтировать и выложить сейчас у меня готовится порядка пяти роликов они как бы ну учитывая что сегодня 5 февраля и сегодня выходит в продажу новый флагман samsung то наверное они будут актуальны потому что там будет распаковка предыдущего флагмана samsung который я снимал аж в феврале когда пандемия только началась ну соответственно как раз расскажу про него про новый будет сравнение какое-то сегодня кстати первый день продажи samsung и ультра и с 21 и 21 плюс целый месяц был предзаказ на сайте samsung в принципе всех магазинах можно было оформить предзаказ по предзаказу подарок давали всем предзаказ наушники и метку соответственно я свой предзаказ сделал всего два дня назад почти под финал и уже сегодня в первый день доставки всем это 8.40 утра мне позвонил курьер и сказал что он через 20 минут будет у меня соответственно в 9 с чем-то мне привезли телефон и сейчас как раз мы посмотрим какие ништячки у меня еще был дополнительный промо-код от samsung мне в подарок дали зарядку которую теперь не кладут в комплекте и также этот промо-код был на 4000 рублей я мог заказать с предзаказом любые аксессуары на сумму 4000 рублей я заказал зарядку и чехол и сейчас мы посмотрим как это все выглядит в каком виде цвета ко мне сегодня приехал мы с вами видим пакет вот такой пакет привезли курьер я уже ножичек подготовил для разрезания коробочек соответственно мой пакет имеет samsung buds pro как обещали черный подарок дальше у нас идет смартарк меточка это тоже подарок зарядник на 25 ватт коробка маленькая мне кажется зарядник без провод ну вам сейчас распакуем посмотрим если там провод нет даже интересно то не могу сказать что провод то мы кладем с телефоном поэтому зарядник вместо двух пицел стал стоить полторашку на свете так вот такой вот я чехол заказал здесь ножка открывается потому что я сейчас смотрю видос на телефоне и мне удобно когда его можно поставить ну и смотреть собственно так и вот сама наша тонюшенькая коробчонка заказала я себе обычную самую жирную модель это 12 на 2 байт памяти с 21 вот такая тонкая коробка так вот собственно все ништячки которые не заслал samsung заплатил только за телефон тут все приехал бесплатно но это примерно 22 тысячи подарков давайте начнем вот с этой меточки не знаю почему я не хочу начать просто мне кажется тут меньше всего что тут можно посмотреть мы ее подкроем и отложим в таранку в принципе уже в интернете уже есть какие-то отзывы даже о них но там какие-то были сэмплы предпродажные работали черная серая черная метка вот такую штуку вот так вот штуку ну то есть все кто видит презентацию samsung уже в курсе что это такое это брелок который третят на телефон где он находится его можно повесить на ключи ну как вариант они еще предлагают там на собаку еще время там на ребенка маленького можно когда он будет уговорить чтобы видеть где он ходит так адаптер 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 25 ватт вот они перцы пустая коробка в общем адаптер составляется теперь без провода ну в общем то я этого не сказал что зарядки стали дешевле никак говорят вот мы мол не кладем зарядку в комплект но теперь ее можно купить дешевле на 1000 рублей да вот нихрена же 1000 рублей стоит именно тот провод который здесь нет в комплекте ну соответственно они думают что мы же провода то покладем в коробку будете их использовать ну отлично молодцы не надо обманывать людей что у вас зарядка стала дешевле на 1000 рублей просто вы не положили провод который стоит 1000 рублей а apple они даже и такой акции не сделали то есть они провод спадут но зарядка дешевле не стало у них видимо в зарядке второй провод лежит вы могли два провода использовать один и второй мало ли вдруг одевался сносится так бац про наушники наушники у меня сейчас есть еще наушники life на исти ну как я с ними уже пару месяцев занимаюсь спортом тестируем и соответственно бац плюс прошлого года модель так вот какие-то блогеры они видимо даже наушники эти не вставляли никогда в уши умники заявляют что бац плюс который промежуточные между вот этими и старыми они короче без шумодава там первым делом я потом покажу когда у меня будет обзор этих наушников заходишь в меню в телефоне и прям на первом пункте кнопка включить шумодав или выключить шумодав а вот я всем привет вот подо мной кнопочка активные шумоподавления все видят блогер у нас конечно такие придурки будет просто сейчас пошли они на коробку посмотрели все здесь могли почти то и рассказали они будут реально попользоваться продуктом рассказать что он из себя представляет я вот допустим с наушниками занимаюсь ходьбой и заметил такую штуку что когда ты кладешь телефон в карман связь начинает пропадать то есть видимо как-то рукой мы перекрываем не знают сверху снизу bluetooth находится в телефоне но когда его кладут в карман я видим рукой перекрывают сигнал и пока я засовываю он как прерывай засунул все я пошел дальше сигнал установился без привлеканий причем это было на всех наушник которые тестировали тестировал на бацах на icon которые были там самые первые на бац плюс на бац лайф вот не знаю как бац спробуются вести в эту ситуацию я думаю что та же самая будет фигня вот реально вот когда убираешь именно в этот момент рукой в карман штаны я когда убираю штаны прерывается сигнал почему-то я не знаю с чем связано вот такой заметил нюанс так и давайте ладно распакуем с вами бац и сейчас я кстати для примера положу остальные уши так вот знаете просто я говорил это у нас наушники который нам уже год продаются это бац плюс и называются они так выглядят потом вышли в квадратной коробке наушники ну закос под apple в плане кейса кейс кстати стал не очень удобный даже здесь вот видите убрались пальцем попал сразу открыл в этот кейс не очень удобно открывать здесь новые их наушники вот эти лайф типа фасолинки вот такие вот лежат вот сейчас мы откроем прожки сравним ножками немножко дело но здесь как всегда провод да провод без зарядки провод и здесь коробочка там должны силикона насадки доставать держались так и вот мы вынимаем кейс ну конечно чувствуется вот туда кейс стал матовый вот я не знаю этот прикол их то есть они сначала сделали наушники бац кейс был матовый потом сделали бац плюс кейс глянцевый лайф глянцевый прожки опять матовый но крым опять неудобный вот неудобно этот кейс неудобно открывать вот они ножки динамик еще внешний крутой вот такие вот пистолинки этих можно даже сравнить с этими ну фасолинки это вообще как бы в одном они сюда здесь своя форма уже запилил почти тут я тест сравнения вот не на еще вот они здесь кстати тоже матовые еще динамик датчики зарядки датчик приближения видимо еще какой-то датчик вот так и наушники так ладно все тоже сторону так ну давайте откроем чехол это усиленный силикон наверно он твердый он мягкий только прямо с самого края здесь наклейки самсунг внутри чехол делать я кстати думал что будет черный и белый ну чтобы тут вкладку вот давайте подставка можно было заказать либо с черной либо с белой однако нет но только все вот написано made in china самсунг в общем нет черного только белая она такой чехол белый качество кстати классная мне нравится так и трудно там сам наш телефон друзья жалко ждались хотя уже все кому не лень все то у него рассказали показали ну может быть немножко будет отключаться от того что был в предпродажных сэмплах. Лястик, достаю его. Вот так вот он выглядит. Так, давайте пока на пупырки положу, посмотрим что у нас тут дальше. Наборчики, наборчики без зарядника. Всё, дно. Это дно, ребята. Такие деньги они не кладут зарядку. Конечно, здесь провод. Спасибо угодители, провод уложили. Ну, скрепка и инструкция. Всё, ладно. Обратно. Кто так делает коробки? Они ещё там перемычку сделали, чтобы инструкции, не дай бог, не перемешались с проводом. Молодец. Лучше бы зарядку положили. Так. Теперь, что мы делаем? Снимем плёночку. Приказел. Ну, 20-ю ультра S20, похоже, чем-то. Так. Приятный на ощупь матовый. Клика на камера. Вот. Какие здесь камеры модные. Что у нас тут ещё? У нас всё проклеено по кругу. Что-то всё свежак. Клёнка на экране наклеена с завода. Ну, я её чувствую. Вот она здесь по краям зацепляется. Видимо, по краям зацепляется, я её сниму и выкидал. Ну, можно посмотреть, как приладить его в этот чехол. Приладился. Такая лопата. Ну, в общем, вот всё. Дальше я буду его настраивать, тестить и ждите дополнительных видосов с рассказом об этом чудном телефоне. И сумасшедшие камеры. На вид они очень крутые, говорит. Эти камеры будем снимать, тестировать. Всё. Всё, ребят, всем спасибо, что посмотрели моё видео давно. Давно. Так, я вас ими не баловал. Может быть, даже больше года. ТС-21 Ультра. Наши сегодняшний. Тут что-то в нём трясётся. У меня ТС-20 Ультра. Там линза. Утряслась. То есть, она сначала не тряслась, когда телефон был новый. Потом я его один раз уронил и всё стало трястись. Вот она там. Как в интернете пишут какие-то взорчики, которые иностранные, в Америке в основном, которые забирали телефон, что там какие-то есть полозья у линзы, она с них расскакивает. Но он работает, никак не влияет. То есть, зум, там всё надвигается. Всё как. Просто появляется звук. Вот такой пищу. Здесь. Сразу этот звук. Не знаю, какая здесь линза. Вот это она вот. Низуная нотика. Приближение зум. Должен ездить. Ну ладно, потестим. Посмотрим. Всё вам расскажу. Всё, всем спасибо. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Нажимайте колокольчики внизу. Комментарии пишите. Буду рад всем ответить. Всё, всем пока.